Вот еще одна из улиц Манхэттена. Я делаю обзор. Она вся увешана сумасшедшими рекламами. Там сзади меня есть смотровая площадка, лесенка. Я сейчас попробую туда подняться. Так, это Тайм-сквер. Бизнес-центр и одновременно туристическая зона. Вон моя компания, все устали. Очень много рекламы. Реклама огромная и очень красивая. Так, я сделаю обзор на видео еще раз, потому что очень красиво. Меня опять зовут. Нью-Йорк. Четвертое июля. У меня муж сказал, что я сделала тысячу фоток уже, а я не могу остановиться. Какая красота. Мы сейчас хотим найти какой-то бар и выпить пиво, потому что очень жарко. Боже, какая красота. Я впервые вижу такую рекламу вообще. Вон вижу реклама Дисней. Еще раз напоминаю, я впервые в Нью-Йорке. Это такая ознакомительная прогулка. Какая-то труба там, где нету. Как ты делаешь? Хорошо. Не знаю, что это за труба. Очень все ярко. Да, устал человек. Так, здесь действительно легко потеряться. Я здесь! Мы уже отстали от своих друзей. Реклама фильмов, магазинов, брендов. Ой, как красиво. Я теперь понимаю, почему в Нью-Йорк можно влюбиться. Здесь снимают фильмы. Здесь гуляли мои любимые героини секса город. Ух ты! Вот сейчас я сделала фотографию с этой статуей. На меня буквально навестили все эти атрибуты. Так, я ищу своего мужа. И фотографию на телефон мужа стоил 5 долларов. Иду по улице, где музей Мадам Чуско. Так, вот мы шли-шли и пришли. Empire State Building. Самое высокое здание Нью-Йорка. Что я хочу сказать. Вот. Это тоже Нью-Йорк. Очень мне здесь не понравилось, что уличная торговля и расплачиваться за элементарные какие-то товары, там мороженое, воду, нужно только наличными деньгами. Здесь это называют кэш. Устраиваться в ресторане нам еще рано. Мы нашли какой-то аппарат, сняли деньги в банке. Поскольку это был не мой банк, то пришлось заплатить приличный процент. Так, мы прошли практически весь Манхэттен. Сейчас пытаемся найти какой-то пивной бак, чтобы опуститься, немного отдохнуть. Теперь по поводу улиц Нью-Йорка. Есть мнение, что он грязный. В принципе, я могу с этим согласиться. Даже здесь, на Манхэттене, я не вижу, например, мусорных баков. В Вашингтоне они на каждом шагу. В Нью-Йорке довольно-таки проблематично с этим. То есть я курю, и привыкла выбрасывать свои окурки в нужное место. Но здесь все это бросается под ноги. Публика, конечно, разношерстная. Очень много нищих. Они валяются прямо здесь, вот на улице, в центре города. Вот я сейчас прошла, и там ко мне уже пристал какой-то черный с какими-то песнями. Мы забрели в какой-то ночной клуб. Сейчас пойдем на крышу пить пиво. Нас предварительно обыскали при входе. И вот такой симпатичненький дизайн этого клуба. Это, как мне сказали, ночной клуб. Вот такие кресла. А мы идем на крышу. Вот здесь специально прошлась по этому залу. Очень миленько. И вот выход на веранду. Так что ты пиво пьешь? Да. А? Да. Пиво будешь пить? Да, буду. А вино здесь есть? Не знаю. Хочу поснимать этот прекрасный бар. Это 20 этаж. Бар под открытым небом на крыше. Это зал для некурящих. Там в глубине зал для курящих. Я выпила коктейль. Люди заказывают пиво. Расхладительные напитки. Очень красиво. Пальмы. Вот, я делаю обзор. Это бар. Там Нью-Йорк. Я немножко пройдусь по этому бару. Здесь очень красиво. Пальмы. Люди делают селфи. Большая очередь. Очень много зелени. Очень много молодежи здесь. Вот какой слон. Розовый слон. Очень уютно. Через забор, видимо, не удастся заглянуть. Там даже какой-то фонтанчик я видела. Я сейчас пройдусь. Вот такой вот бар. Вот фонтан. Здесь места зарезервированы. Видимо, планируется какая-то вечеринка. Видеокамера. Нет, это просто светильник, видимо. Нет, это просто светильники. Но вообще в Америке видеокамеры, конечно, на каждом шагу. Повышенные меры безопасности при входе в музей, в бары, везде тебя проверяют. Фейс-контроль, документы. Во многих местах металлоискатели. И очень много полиции. Полиция летает в небе. Кружат вертолеты. Красотища. Да, здесь витрины, конечно, очень красивые. Статуя свободы теперь. Ну и вот я покажу метро в Нью-Йорке. Можно сказать, что довольно-таки страшноватое. Мне не понравилось метро в Ашат-Луне, но в Нью-Йорке оно совсем стрёмное. По крайней мере, это та станция. Мы сели на Манхэттене. Та станция, которую я вижу. И я поэтому и сижу. Мы сели на Манхэттене. Мы можем приехать в Астануфтене, чтобы остановиться в ресторане. Это все еще Нью-Йорк. Наши друзья, которые организовали эту поездку к грузинам. И мы сейчас в грузинском ресторане. И мы сейчас в грузинском ресторане. Нью-Йорк. Я хочу показать интерьер. Мы заказали хачапури, грузинские национальные блюда. Я пью красное вино. Ребята заказали мясо, я себе заказала рыбу. Все очень вкусно. Гуляли целый день, все очень голодные. Мы счастливые. Очень красиво. И я сейчас выйду на улицу, покажу. На какой-то улице. Мы проехали две станции от Манхэттена. Здесь немножко, конечно, спокойнее. Манхэттена. КОНЕЦ Наша прогулка заканчивается, вечерний Нью-Йорк. Нужно сказать, что мы протопали почти весь Манхэттен. Я не протопала, прохромала со своей больной ногой, но на того стоило. Мы сейчас идем к мемориалу. Я сначала подумала, какой это мемориал может быть ветеранам какой-либо войны, но мы направляемся к мемориалу погибших 11 сентября. Да, мы вышли из ресторана и, в принципе, маршрут прямой. Нужно сказать, что... Конечно, Нью-Йорк вечерний очень красивый, но вот здесь станция метро очень слышно. Но в тот же момент на улицах, действительно, даже на улицах Манхэттена куча мусора. Мусорные мешки лежат прямо вдоль дорог. Бездомные устраиваются на лавках на ночлежку. И, конечно, это все немного портит впечатление. Я сейчас разверну камеру, чтобы увидеть эти улицы вечернего Нью-Йорка. Нужно сказать, что удивительно красивые здания есть. Просто вообще какие-то неповторимые. Ну вот хотя бы это. Вот такие здания. Великолепная архитектура. Это вечерний Нью-Йорк. По улицам курсируют прогулочные автобусы двухэтажные. Их очень много, нужно сказать. Этот уже без пассажиров, наверное, уже едет отдыхать. Вот какая архитектура. Осторожно, и справа. Одни говорили, что должна машина остановиться. Еще один удивительный момент. Очень много встречаем домов, где на крышах растут сады. Вот сады на крыше. Один дом, другой дом. Вон тоже сад на крыше. Вот какой-то странный дом. Без окон, без дверей. Страшный. Говорят, что тут очень сильная security. Что ты говоришь? Дом, где доллары не стоят. Вот хочу показать на фоне каких домов вот такие вот небоскребы. Так странно смотрится. Вот эти балконы пожарные нью-йоркские. И вот куча мусора. В самом центре города. Вот такой вот. Вот еще мусор. Буквально куча мусора везде. Вот мы почти пришли. Здесь недалеко стояли два дома. Близнеца, которые были взорваны 11 сентября. И недалеко от этого места был построен вот этот небоскреб. Мы хотим подойти к месту разрушений. Я показываю еще раз небоскреб, который возвели на месте близнецов. Да, что это за арка, Вера? Не знаю. Очень красиво. Вот какая-то арка на доме. Ага, это торговый центр, да? Это торговый центр. Такой красивый. Вот этот мемориал. Плачет. Флажки. Здесь написаны имена погибших. И на месте котлована там еще один бассейн. Сделали вот такие вот фонтаны. Конечно, мурашки по коже. И вот построили новый небоскреб. Дежурит полиция. Я показываю общую панораму. Вечерний Нью-Йорк. Наша прогулка заканчивается. Я надеюсь вернуться еще раз в этот красивый и опасный город. Небоскребы такие высокие, что даже снимать их сложно. Невозможно добраться до верхушки. Вот я телефон полностью переворачиваю. Сказать, что это столица мира? Ну, наверное, да.